Вся страна плачет вместе с Кончаловским и Высоцкой. Случилась беда. Именитый режиссер Андрей Кончаловский дал большое интервью о своей жизни и искусстве, в котором затронул очень личную тему. Супруг Юлии Высоцкой рассказал, кто и что помогло ему выжить после трагедии с дочкой. Режиссер признался, что испытывает личную боль, от которой у него порой наворачиваются слезы. Однако Кончаловский во всем, даже в ударах судьбы и тяжелых испытаниях, научился видеть смысл и не упускать руки. В свои 79 лет Андрей по-прежнему полон жажды жизни. Завидую людям, которые могут заставить других плакать без собственных слез. Для меня в этом плане феноменален Константин Симонов. В интернете есть видео, как Симонов читает «Жди меня». Это шедевр мужского таланта. От личной боли могу расплакаться, признался режиссер. Кончаловский рассказал, что ему дает силы не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше к новым победам. Это же помогло ему вернуться к жизни после несчастья с ребенком. «Мне все-таки везет, везет по характеру». Ей замечательный философ Виктор Франко, который написал уникальную вещь «Сказать жизни да». Это великая книга, которая меня многому научила. Научила тому, что в любой ситуации человек может найти смысл. Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной сегодня. Мне еще хочется очень много желаний. Разных. Это все называется «жажда жизни», – объяснил Андрей. Субтитры создавал DimaTorzok